Сгоревшие танки на обочинах дорог и в болотах, укрепрайоны. Буквально каждый метр освобожденной Луганской республики пропитан историей. Здесь герои современности ценой собственных жизней сражаются за мир. Черный Т-64, недалеко от поселка Хрящеватая. Сегодня это памятник всем погибшим танкистам. Однако на самом деле его воздвигли как символ героизма вполне определенного экипажа и в конкретном бою 2014 года. Это легендарный танк, который защищал наш поселок. В этом танке было три человека экипажа. Один погиб человек. Он пытался, конечно, ползком уйти, но снайпер с той стороны, они оттуда заходили, украинская армия, его застрелили. Два члена экипажа, это командиры-наводчик, они остались живы. Еще одним объектом виртуального маршрута может стать поселок Металист. Восемь лет назад здесь под минометным огнем вместе с местными жителями оказалась съемочная группа ВГТРК. Они помогли жителям нашего поселка выйти, остаться живыми под обстрелами, когда обстреливалось не только сам поселок, но и дорога, по которой они шли. И вот только благодаря ребятам, Игорю, Антону, Виктору, люди наши из нашего поселка вышли и остались живы. Сами журналисты погибли. Живым остался только оператор. Сельчане благодарны им за мужество и отвагу. Местной школе присвоили имя Игоря Корнелюка и Антона Волошина и открыли музей военных корреспондентов. Среди экспонатов – профессиональное оборудование, удостоверение, осколки боеприпасов. А на стендах – портреты журналистов, погибших за правду. И тех, кто продолжает ежедневно освещать события. Территория подвига может стать главной темой исторического туризма на Донбассе. Идея уже обсуждается. Это может быть совместный проект молодежи ЛНР и России. О создании виртуального туристического маршрута говорили глава республики Леонид Пасечник и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. С одной стороны, еще преждевременно говорить о развитии туристической отрасли ЛНР, с другой стороны, к региону проявляется большой интерес, интерес к тем событиям, которые здесь происходят. И это по-настоящему живая история, и эта история может повлиять на мировоззрение наших современников. Педагоги говорят, что цифровой проект может стать электронным пособием новейшей истории для школьников. Ну а когда в регионе прекратятся арт-обстрелы, туристы уже лично смогут приехать сюда и прочувствовать всю энергетику многолетнего противостояния. Прикоснуться к боевым машинам, оценить масштабы разрушений, спуститься в подвалы жилых домов, где люди месяцами прятались от снарядов. Ну а для будущих туристов в ЛНР уже есть сувенирная продукция. Евгений Плохотин, Алексей Фризин. День с толком. С любовью из ЛНР.